мои дорогие я вас всех приветствую благодарю что сегодня вечером пришли на этот эфир а те кто у нас переживал сибирь дальний восток пожалуйста не переживайте мы помним про вас да у нас страна огромная вообще с нами рисуют девочки и из сша до из канады из европы у всех разное время поэтому конечно же запись будет пожалуйста не переживайте запись мы на канале я думаю девочки из моей команды разместят вот смотрите сегодня у меня будет небольшая сложность будут убегать комментарии может быть я буду как-то не вовремя реагировать но вы пожалуйста все равно пишите чтобы у нас был с вами контакт да нам с вами очень важен контакт да потому что вот эта история когда один человек говорит а все просто слушают как лекцию да ну урок это урок урок это записи когда вот записанные уроки на курсе вы смотрите в этом перематываете вам что-то перерисовать переслушать это одна история прямой эфир это другая история прямой эфир мы с вами создаем вместе вы задаете вопросы вы подкидываете какие-то элементы в этот алгоритм который мы создаем понимаете вот вы промолчали да и я вам не подсказала что-то важное что-то что вы здесь моменте могли уже сейчас плести в свой рисунок а как то эту историю направить и получить такой знаете коучинговый эффект эффект ускорения да или допустим у всех какой-то вопрос возник что-то непонятно но все дружно промолчали все дружно промолчали поэтому говорят что если есть вопрос у тебя да то его нужно задать потому что возможно вся группа хочет его задать поэтому дорогие давайте будем общаться отправляйте смайлики отправляйте реакции отвечайте на мои вопросы даже если я со своей стороны буду чуточку потормаживать и не всегда сразу видеть да у меня просто телефон сейчас стоит на второй камере так мы будем рисовать и мне нужно будет его перевернуть вот к сожалению мы с вами в telegram тут свои такие технические ограничения есть а вторую камеру подключить невозможно только телефон вот мои дорогие ну что давайте будем начинать давайте будем начинать ответьте пожалуйста виктория по записи и этим вопросом меня не отвлекаем там сами друг дружке помогаем поддерживаем друг друга а я вас сегодня пригласила а для того чтобы нам с вами порисовать хочется порисовать хорошо хочется порисовать мощно и хочется чтобы мы сегодня с вами порисовали именно на материальные цели на материальные цели потому что очень часто когда мы начинаем с вами рисовать как мы формулируем эту историю мы говорим я буду рисовать масштаб, я буду рисовать рост дохода, я буду рисовать популярность, я буду рисовать, не знаю, там, любовь клиентов. То есть мы все время будем рисовать что-то абстрактное, еще мы будем рисовать гармонию, баланс и что-то такое, да? И мы все время рисуем что-то, что-то абстрактное, а потом расстраиваемся, почему присылает кто-то кейсы, и у кого-то вот рисовала путешествие, вот оно путешествие, вот рисовала машину, вот она машина, вот рисовала такую-то сумму, вот у меня эта сумма, да? А мы расстраиваемся, ну, потому что очень часто мы рисуем абстрактные вещи, мы не ставим конкретные цели, конкретные цели, и опять же, не какие-то там желания, что-то я желаю, а цели, цели хорошие, классные, материальные. Есть у вас, хочется что-то, давайте сейчас, если хочется, можно поделиться, нам сегодня, давайте мы определимся хотя бы три, хотя бы три, давайте одну прям большую какую-то, большую, да? И две можно чуть поскромнее. Если будут еще, можно еще, но минимум три, минимум три материальных целей. Давайте прямо сейчас возьмем и на наш листочек, где будем делать актуализацию, запишем, да, запишем, вот мои материальные цели. Пока не буду переворачивать камеру, просто сама тут себе запишу, мои материальные цели, двоеточие, и пишем один, два, три. Четко, конкретно, когда готовы, то ставим циферку три, или пять, или семь, смотря кто сколько целей записал. Давайте записываем. Чем конкретнее, тем лучше, прям цифру напишите, прям название, напишите. Так, и циферки в чат полетели. Кто сколько написал целей? Я написала четыре, буду рисовать четыре цели. У кого сколько? Татьяна, две. Нет, не пойдет, три минимум. Три минимум, добавляй. Светочка, три. Три, четыре, прекрасно, умнички, умнички. Четыре, Снежана, Наталья, да, три, прекрасно. Прекрасно. Как сегодня с вами будем рисовать? Да-да-да, вижу, вижу ваши комментарии. Как сегодня будем рисовать? Я предлагаю, чтобы мы были в одном потоке, чтобы мы, знаете, с вами не размазывали вот так вот манную кашу. Я рисовала три дня, я дорисовала через две недели. Мы с вами возьмем небольшой формат. Пожалуйста, возьмите либо скетчбук, либо скетчбук. Я пятую. У меня будет пять. Как я могла забыть? Это я смотрела рисунок. Смотрела рисунок. Смотрите, я тут такую красоту нарисовала. Видите? Это книга. У нас еще пока не получилось сделать печатное издание, но это вообще просто в числе первых целей моих стоит. Вот я листала скетчбук и увидела. Это тоже записала. Тогда у меня будет пять. Мои дорогие, либо берем небольшой скетчбук, небольшой скетчбук, либо половиночку А4. То есть А5 формат. Вот А4 сгибаем. И вот на таком листочке рисуем. Рисовать можно. Можно рисовать так. Традиционно мы сегодня с вами работаем с практикой шаманский дождь. Практика невероятная, мощная, заряженная, которая помогает, знаете, напитать энергией наши цели. Потому что как часто бывает? Мы часто что-то откладываем, откладываем. Вот сколько сейчас из тех целей, которые вы написали, на самом деле уже давно, давно в вашей копилочке. Давно. То есть вы уже, может быть, даже год это хотели, два хотели, три хотели. Напишите. Вот уверена, да, что из вашего списка будет несколько. Танюш, давай пять достаточно, а то не поместится на наш маленький листочек. Придется тебе идти в масштаб. А мне хочется, чтобы мы сегодня порисовали быстро, хорошо, все вместе. Знаешь, вот как начали все вместе и завершили все вместе, чтобы у нас был такой кайф от группового рисования, чтобы у нас энергии сегодня было много в наших рисунках. Да, вот напишите. Одну год, одну сеть, семь, да, семь лет. Представляете, а что происходит, когда моя цель не реализовывается очень долго? Что происходит? Из нее уходит энергия. Да, то есть я не могу очень долго и очень насыщенно быть включенной во что-то. То есть можно очень насыщенно быть включенной во что-то кратковременное и можно по чуть-чуть, но долго. То есть интенсивно и долго не получается, к сожалению, мы не можем. Да, мы немножечко выдыхаемся и энергия из нашей цели выходит, уходит. И поэтому нам нужны такие практики, которые помогают нам вот эту внутреннюю мотивацию подсобрать. Да, и снова фокус внимания сделать на вещах, которые для нас важны. Не размазываясь, как манная каша, вот так вот по пространству нашей жизни. Но когда-нибудь, да, сделаю обязательно, не в этот раз и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я предлагаю сегодня нарисовать практику шаманский дождь, которая как раз выполняет эту функцию. Которая как раз заряжает наши мечты, цели, да, невероятная энергия, заряжает нас. И которая действительно каким-то вот, ну, не знаю, называется шаманский дождь, да, и включает некий такой элемент, да, непонятного, почему это происходит, как это происходит. Ну, происходит это взаимодействие энергии. Взаимодействие энергии, какое-то наполнение вот такое очень сильно. Да, представили сейчас шамана с бубном, да, такого, который входит в транс, погружает нас самих в этот транс, да, и мы начинаем что-то, что-то, что-то творить. То есть я, конечно, среди тех целей, которые сегодня буду рисовать, я вам рассказывала на канале историю, кто читал, напишите. Вертикальная лужа, Наталья пишет, да. Одно из целей, я вот тоже рисовала шаманский дождь, да, и так получилось, что я взяла и росточки, которые мы растили там в этом шаманском дожде, прикрыла вот так вот куполом и сказала, еще не время, пусть полежит, пусть подрастет, пусть еще напитается, да. И вот такое тоже бывает, и это неправильно, не неправильно, может быть, действительно так нужно было и так было хорошо, да, но сегодня я бы хотела все-таки эту цель прорастить, да. Одна из моих целей – это создание нейроклуба в нашем сообществе. Это одна из целей, которую я буду рисовать. Книгу еще буду рисовать, остальное пока подержу при себе, но я записала, если что, у меня листочек с подтверждением есть, и когда все реализуется, я обязательно вам это покажу. Что мы сделаем сейчас перед тем, как мы начнем рисовать? Давайте выполним актуализацию, да, вот у нас есть наш листочек с целями, да, но будем мы эту актуализацию выполнять не то, что мы сейчас будем какой-то негатив сливать, нет. Все, без негатива сегодня. Сегодня без негатива весь негатив округляем и превращаем в такую классную энергию, знаете, хорошей злости, азарта, да, который говорит, ах, у тебя еще этого нет, нет, ах, ты вообще вот это вот, соберись тряпка, да, ну давай действуй. Вот сегодня такого эффекта с вами достигаем, поэтому негатив мы писать не будем, а давайте мы выпишем с вами, мы выпишем с вами все качества, которые нам нужны, качества, состояния, состояния наши, которые нам нужны для достижения желаемого. Ну и может быть, там могут быть какие-то элементы, ну вот типа удача, например, как удачу назвать, это не состояние, это не качество, да, это вот какое-то явление, скажем, да, да, то есть какое явление судьбы нам нужно, какие нам личностные качества, нужна, например, смелость, да, или личные состояния, например, азарт, это не качество, это состояние наше, да, которые нам нужны для достижения цели. Единственное, мои хорошие, я не смогу засечь время, опять же, мне будет неудобно сейчас это сделать. Либо давайте каждый себе, либо примерно, да, вот примерно, сейчас у меня 20-20 стоит. Давайте, поехали, выписываем все, что мне необходимо для достижения моих целей, которые я записала себе. Давайте, поехали. Давайте, поехали. Так, я вижу, что уже 22 минутки. Может быть, не совсем верное у меня время, но я думаю, что достаточно слов мы с вами выписали. А если есть какие-то слова, которые вас удивили, да, либо которые подтверждают, что да, я все правильно у меня настроен внутри, можете тоже поделиться. И сейчас давайте мы с вами начнем всю эту историю переносить. Да, вот сейчас написали, 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 пока оно еще у нас все внутри. Давайте будем начинать переносить все на лист. Буквально одна секундочка для того, чтобы я переключилась. Сейчас звук и изображение ненадолго выключатся и потом включатся вновь. Пожалуйста, не теряйте, не беспокойтесь. Оставайтесь в эфире, я переключаю камеру. Так, а я почему-то не вижу изображения. Вы видите изображение? Изображение появилось. Есть ли изображение на экране? Вроде бы да, вроде бы вот все уже пошло. Ага, напишите, пожалуйста, есть ли изображение. Все, слава Богу. Слава Богу, если изображение есть, то тогда мы с вами продолжаем. И сейчас мы с вами обозначим линию горизонта. Линию горизонта можно сразу делать ее слегка нейрографичной. Да, у нас линия горизонта разделяет небо и землю. Две стихии у нас здесь встречаются. И мы с вами по нашему списочку вот здесь расположим семена наших целей. Прямо по своему списочку, что у вас было номером один. Номером два. Номером три. И сколько у вас их там было? Мы с вами садим в землю эти зернышки. Мы с вами их погладим вот так. Вы видите, как я их набираю? Не просто сделала кружочек, а прям вот так вот пообводила. Пообводила, как будто бы подержала в ладошках и положила в землю. И положила в землю. И для того, чтобы наши семена проросли, мы с вами сейчас и прольем наш шаманский дождь. Но сначала мы его нашаманим. Посмотрите, пожалуйста, на свой список слов, которые вы выписали. И давайте сейчас прям прочитайте, прочитайте скорость, радость, упорство, движение, оптимизм, дружба, внимание, смелость. Что вы еще писали? Вера, единение, дзен, что у кого написано. Мы просто берем и всю эту историю начинаем прям вот так вот набирать в облака. Все-все-все-все-все-все эти сильные качества, нейрографичные, все эти состояния. Нам как-то должно стать даже немножечко жарко, даже немножечко тесно на этом листе. Линий должно быть много. Мы сейчас не думаем о том, как мы это округлим, да хоть как. Нам нужно набрать столько энергии, чтобы наша мечта реализовалась, чтобы наша цель стала реальностью. И сейчас, когда мы с вами почувствовали, да, что вот уже это плотные облака, когда уже выдохнули вот так вот, вот так уже захотелось сделать, тогда у нас начинают с вами первые капельки дождя. Сначала робкие, сначала маленькие, по чуть-чуть, даже как будто бы не долетают до земли. Но потом нам с вами нужно прямо ускориться. Наш дождь должен стать сильным, мощным и превратиться в ливень. И наша работа как будто бы вся целиком похожа на выброс. Мы как будто делаем выброс, но в разных формах. Почувствуйте прям напряжение в руке. Да, и может быть это некрасиво. Давайте сейчас будем думать не о красоте, а будем думать о том, чтобы мы с вами наконец-то пришли к нашему цели. И сейчас чуть-чуть, чуть-чуть поокругляем, пока не почувствуем, что наши росточки уже достаточно напитались водой, что достаточно ее проникло в землю. И когда мы с вами почувствуем, что они готовы начать расти, мы с вами отправим их в рост. Если росточек, вернее семечко, будет само по себе там лежать в земле, без дождя, без солнышка, то у него нет шансов взойти и расцвести. Ему нужна помощь и поддержка. Точно так же, как каждому из нас. Иногда нам кажется, я сама, я сама, я все сама, и в итоге все сама, мы с вами бьемся годами, ничего не происходит, ничего не меняется, и вроде вы вкладываете силы, время в решение какого-то вопроса, но он просто не сдвигается с места. Очень важно, чтобы в нашей жизни были люди, были обстоятельства, которые как вот этот шаманский дождь, нас напитывают и помогают нам расти. И если мы с вами чувствуем, что наши росточки, у них начинают проклевываться, маленькие корешочки, у них начинают проклевываться, сначала маленькие-маленькие росточки, кому-то, смотрите, нужно дотянуться еще вот сюда, до земли, проклюнуться, кто-то дальше, кто-то ближе. Кстати, интересно, с какого росточка, с какого семечка вы начали? Какой росточек первый зашел? Это тоже интересно пронаблюдать. Дайте вашему росточку проклюнуться и подрасти. У нас сейчас абсолютная магия происходит на листе. У нас прям действительно, да, если мы все это снимем, мы на ускоренном промотаем, мы прямо увидим, да, как у нас собираются дучи, как у нас начинает идти дождик, как у нас начинают расти росточки. Такое чудо жизни, чудо жизни сейчас происходит. И на самом деле я вот сейчас думаю, я только сегодня проверяла отчеты, принимала отчеты по курсу «Красивая нейрографика». и когда я вижу, когда я знаю, да, как человек пришел, как он рисовал, и как мы все старались, да, всей командой, кураторы. я сам, 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 сама наша ученица, девочка, я вижу результаты, у меня просто такое чувство восторга, такое чувство любви. То есть я понимаю, что у нас на глазах произошло вот это вот чудо, проклюнулся вот этот росточек, зазеленел, начал расти. Я вообще, вы знаете, зато я вот эту историю про то, что я там что-то сижу, царапаюсь сама, как могу, пытаюсь там какую-то насмотренность где-то тренировать по соцсетям, да, пытаюсь как-то что-то срисовать, как-то сама научиться. Я это не очень поддерживаю, да, потому что, по-моему, это очень долгий, очень тернистый путь, на нем очень много ошибок, на нем очень много разбитых коленок, на нем очень много того, что потом приходится переучивать, переделывать, перезакладывать базу. И у нас всегда есть вот эта история с поддержкой кураторов, которые действительно подскажут, как лучше и как быстрее. на самом деле я сама, и вот эта история, я сама по себе рождает больше всего проблем, больше всего проблем. Если вы вспомните курс «Пользователь», да, алгоритм снятия ограничений, и вот этот выброс, эту проблему, которая рождается только на индивидуальном уровне, только когда человек сидит один и гоняет что-то в свою проблему в своей голове, у него рождается проблема. И когда мы начинаем, когда мы приходим к решению проблемы, тогда, когда мы включаем фон, да, когда у нас выброс начинает взаимодействовать с фоном. И вот это первый момент, когда мы начинаем искать в фоне ресурсы, поддержку, когда мы вдруг понимаем, что нас мир поддерживает, что он не против нас, что близкие нас готовы поддержать. Если близкие не готовы, то единомышленники всегда готовы, и даже больше, чем близкие. И когда человек выходит из вот этого своего состояния, я всё сам, я один, моя проблема уникальна, никто с такой проблемой никогда вообще за существование всей планеты Земля никогда уже не сталкивался, только я. Ну даже вот это проговариваешь, немножко смешно становится, да? Потому что на самом деле в коллективном бессознательном и в вашем, и не только в коллективном бессознательном, в вашем ближайшем окружении, а тем более в окружении единомышленников, потому что ближайшее окружение на самом деле не всегда поддерживающее. Да, ещё бывает такое, что как-то люди со своими требованиями, к ним и к нам, со своими претензиями, с другими видами мира. Когда это поддержка единомышленников, людей, с которыми ты на одной волне, то всё гораздо легче решается и гораздо лучше получается. Я сейчас как раз рисую росточку лоба, и я хочу сказать, что мы вообще делаем такую возможность, я понимаю, что не у всех есть возможность именно в потоке проходить курсы, там нету времени, например, да? Свои какие-то личные обстоятельства. Просто рисую только раз в неделю, например. А курс закончился, и что делать? И получается, что у меня вроде доступ к урокам есть, но у меня уже никакой поддержки нет. И поэтому вот здесь одну из целей клуба я вижу в том, что там всегда можно будет присылать работы по тем курсам, да, к которым у тебя есть доступ, который ты рисуешь, плюс там вообще будет огромная база доступа к разным материалам, в том числе к тем, которых вообще нету в доступе нигде, по нейрографике, да, и ты всегда сможешь быть поддержан, ты всегда сможешь работу свою прислать и всегда получить качественную обратную связь в любой момент. Вот, по-моему, это очень-очень важно. Как ваши росточки? Как ваши росточки? Проклевываются ли они? Что у вас внутри? Какая рефлексия? Вы знаете, у меня прям вообще вот я прям вот так дышу. Очень сильная рефлексия. Может быть, есть кто-то, у кого практика шаманский дождь, очень круто уже сработала. Поделитесь, я знаю, что есть классные результаты с шаманским дождем. Как ваши росточки подрастают? Бывает такое, что ты его немножечко подрастил. Вы видите, да, как я делаю это постепенно. То есть не просто вот так вот сделала две ли, две, три линии, да, а вот набираю, 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 набираю. И он действительно как будто бы как живой. Да, невозможно сразу сказать, какой он будет высоты. Он напитывается, напитывается, растет, растет, растет. Потом, может быть, еще раз мне захочется пройти, и он еще подрастет. Дождь льет за окном. Да, у нас, кстати, тоже. У нас очень долго не было дождей. Сегодня пошел дождь. Я немножко переживала. Думаю, сейчас как мы нарисуем дождь. А в Сочи дождь – это прям катастрофа. Я все-таки акцентируюсь не на дожде физическом, да, а на дожде для реализации наших целей. По-новому шаманский дождь открылся. Лиза, это волшебно. Правда? Правда. Это пишет Наталья, специалист нейрографики, которая проходила мои уроки. Напишите, если у кого-то есть классные результаты, поделитесь с нами, понимая, что вам сейчас некогда. давайте продолжим растить наши росточки. Сколько их там у нас? И у кого росточки, если вдруг уже выросли, посмотрите, что нам можно поокруглять в точках, чтобы мы с вами могли уже переходить к цвету. Всегда интересно, как у нас разные росточки взаимодействия с друг с другом, да, как они соприкасаются. Такое ощущение, как будто бы одна наша цель подпитывает другую. растем и стараемся, еще стараемся, стараемся вот эту внутреннюю силу в себе поддерживать, то есть сильно рисуем. Не расслаблено, не уходим пока в медитативное состояние. Сейчас цвет начнем вносить, будет медитация, будем улетать. Пока давайте приложим усилия, давайте сами себя почувствуем этим богом-громоверцем, который там метает молнии. Совершим некую такую психическую внутреннюю работу. Иногда признаетесь себе, что наши цели не реализовываются, потому что просто немножко лень, как бы оно бы хотелось бы, но это же надо что-то сделать, а я как будто бы лучше я полежу, погуляю, но по факту, чтобы наши проекты приносили результат, ну надо работать, надо работать. Округлите сейчас, да, если признаете, что ленитесь иногда. Ну бывает такое с нами, да, со всеми бывает. Откладываем, ленимся, все округляем. Самое грустное признать, знаете, и списать, что вот это вот мое желание, моя мечта, моя цель, она не реализовывается, ну почему-то, когда это стечение обстоятельств, там еще что-то там, чем всегда признать, что так-то, так-то это не, я не совсем туда направила фокус внимания, я не совсем постаралась, я не совсем вложилась в эту историю. Давайте поокругляем, давайте поокругляем, ну да, я не идеальна, я не идеальна, но я все же хочу, чтобы было все для меня реализовано. даже элементарно, знаете, я вот знаю такое, у нас есть девочки, у которых всегда вообще очень круто работает, нейрографику, очень круто, то есть вот им только начни, да, только запусти этот процесс, и все у них сразу работает, все у них сразу исполняется, реализовывается, вот такие вот внутреннее такое строение, вот такие быстрые, вот такие ракеты. Что они обычно делают? Они обычно говорят, ой, мне некогда сейчас рисовать, я сейчас занимаюсь важными делами, у меня сейчас работа, у меня внук, у меня там то-то, то-то, короче, что они делают? Всякими, всеми возможными способами, откладывают момент своих собственных изменений. Сейчас не время, как будто бы, да, и потом проходит год, ничего не поменялось, два, ничего не поменялось, хотя на самом деле знают, что только вот начни, только зайди в пространство там любого курса, в поток, где люди, где женщины, где прокураторы, где я, где наши встречи, где энергия, где всегда заряд, где мы не даём манной каше растекаться по листву, да, и тебе классно, и тебе хорошо, и даже иногда ты можешь там в этом пространстве ничего не рисовать, такое тоже бывает, то есть я просто с вами, но мне уже хорошо, я уже себя чувствую наполненной, у меня уже всё лучше в жизни получается, кто себя узнал, и вот в частности для этого тоже создаётся клуб, для того, чтобы не важно, сколько у вас свободного времени, потому что, да, я понимаю, иногда на курс этого времени, ну, действительно, правда, серьёзность, положа рука на сердце, не хватает, да, вот именно курс не готово, а если в свободном потоке, то есть я здесь, на полных правах, я могу рисовать вот любое удобное для меня время, по тем алгоритмам, которые мне интересны, и я всегда получу поддержку, и я всегда буду вот в этом заряжающем, мотивирующем поле, вот это, да, это классно, это подходит, вот это я навертела здесь в тучах, слушайте, теперь не знаю, как округлить, вот это там силы, вот это там энергия, ничего, ничего, округляем, давайте ещё минуточки, три, и переходим к цвету, начинаем наш рисунок делать живым, настоящим, красивым, и самое главное, там же на этапе цвета у нас подключается ещё больше энергии, природной энергии, у нас включаются какие-то большие подсказки, какие-то сознания, которые к нам начинают приходить, кто цвет любит вносить, есть те, кто любит вносить цвет, давайте единичку, люблю, двоечку, терпеть не могу, Вероника пишет, как я, да, моя дорогая, тебя очень яркий, насыщенный, работаю, сегодня твой отчёт тоже видела, Татьяна пишет, шуманский дождь рисовала с внуком, и все семена проросли, я рисовала с ним, новые буду проращивать, это работает, это волшебство, да, моя дорогая, я бы сказала, что это работает, как волшебство, да, но при этом у нас с вами всё обосновано, да, и волшебство, это мы с вами, это мы с вами такие умницы, что мы берём в руки своё состояние, мы берём в руки ответственность за свою жизнь, мы не сидим, не ноем, ну, иногда, чуть-чуть, чуть-чуть, лучше поныть, когда рисуешь осо, сразу рефлексия, вообще, знаете, я на третий, наверное, год рисования нейрографики поняла, что я вообще перестала плакать, и как-то что-то было, я думаю, надо поплакать, надо поплакать, что-то такая ситуация, надо поплакать, и не могу, представляете, и не могу поплакать, вот такие вот дела, хочется переходить уже к цвету, но можно посмотреть, может быть, что-то за это время ещё подросло, пока мы с вами в облаках витали, может быть, что-то хочется добавить, какой красивый росточек, где-то к решетечке хочется укрепить, и если всё ок, давайте вносить свет, можно взять маркеры, можно взять мягкие карандашики, чем вам легче, веселее, радостнее это делать, не обязательно, у вас сейчас должны быть росточки зелёные, совсем нет, может быть, вы их там видите розовыми, сиреневыми, вам вот так чувствуется, вам вот так хорошо, вам вот так с этим комфортно, но если мы с вами берём зелёный цвет, то это вдвойне круче, потому что зелёный цвет, что это у нас такое? Это у нас энергия дерева, это растущее дерево, это ещё больше силы, энергии роста сюда, поэтому зелёный цвет, конечно же, приветствуется. Может быть, у вас будет разного цвета росточки, посмотрите, пожалуйста. Девочки пишут, люблю вносить цвет, я тоже люблю, я тоже люблю вносить цвет, да, и когда мы вносим с вами цвет, то помним всегда, да, вносим большие цветовые пятна, не просто разукрашивая, даже когда мы рисуем красивую нейрографическую на курсе, да, то есть изначально мы выполняем архетипирование, 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 большие смыслы, большие фигуры. Когда мы так рисуем, мы гораздо больше для себя получаем подсказок. не мельчите. Вот я начала этот разговор, да, что все проблемы-то в одиночку, мы придумываем в одиночку, когда мы решаем, что мы такие уникальные, что вот я такая одна со своей проблемами, мне никто не поможет, ни с кем делиться я не буду, потому что они глупые все, они мне совета не дадут, все психологи обманут, нейрографика вообще не знаю, что такое. Пойду, буду плакать в одиночестве. Когда мы ныряем в цвет, кроме того, что цвет, это очень большие пласты такой энергии, ты просто вот вносишь цвет и заряжаешься, да, то есть вот в зеленой вносим и прям листья растут, они прямо растут, да, и в нас включается вот эта вот энергия роста, молодой зелени. А во-вторых, мы там соприкасаемся как раз с историями в коллективном бессознательном, когда другие люди, другие люди уже прожили тот опыт, который нам необходим, уже решили ту проблему, над которой мы сейчас мучаемся, уже достигли тех целей, послушайте, уже достигли тех целей, которые мы только хотим достичь, они уже смогли. И мы сейчас цвет наносим, а как они смогли? А как они к этому пришли? А как у них это удалось? И как здорово, да, правда, вот, девочки, скажите, когда мы с вами в чате находимся, например, потока какого-то, да, и кто-то делится своей рефлексией, делится своим рисунком, делится своими впечатлениями, а вы понимаете, боже, это же для меня. Это как будто сейчас мне рассказали, как мне в моей ситуации действовать. Это как будто бы я сейчас читаю чужое, проживаю свое. Когда мы становимся под сдержкой, усилением друг для друга, даже сейчас, рисуя все вместе, мы друг друга усиливаем. Я вас, вы меня и каждая из нас друг друга. Костно же? Дождичка давайте добавим. Конечно, у нас уже росточки такие большие, и дождичек начинает стихать потихонечку. И, возможно, сейчас уже солнышко начнет проявляться. Но пока что давайте насладимся вот этой энергией воды, живительной, питательной. Я всегда получаю поддержку. Рядом со мной всегда именно те люди, которые помогут мне найти ответ. Нужное окружение. Потому что наше окружение может быть огнем, который нас сжигает, когда там дома вас критикуют, например, или подружки, которые говорят, ой, ты фигнёй какой-то занимаешься. Лучше бы ты борщ сварила или там еще что-нибудь сделала, носки слизала, а то сидишь вот там вот рисуешь. Сегодня кто-то из девочек там написал, что вот как неудобно рисовать в выходной день. Ну, как бы, в смысле неудобно. Не неудобно, а просто ваши близкие вас не поддерживают. Просто ваши близкие вам говорят, а что ты сидишь, рисуешь в выходной день? Давай, иди лучше, вот убирайся, готовь там и что-то, что-то делай. И это очень небережно к вам, потому что вы тоже же себе тоже хотите время посвятить. К сожалению, бороться, доказывать кому-то что-то это всегда очень сложно. А напитать себя, дать себе поддержку, энергию, это необходимо. Как вы там? Как вы там, мои дорогие? Что у вас случается? Что у вас случается? Что у вас случается? Давайте сейчас просто вот буквально по одной мысли или по одному ощущению, которые сейчас для нас основные, когда мы вносим свет. Что сейчас для вас самое главное? Мы совсем недавно на программе ресурсы женского счастья рисовали с девочками, как раз говорили о том, как мы друг друга поддерживали. И я вспоминала историю, захотелось розового цвета, как красиво, как красиво, вноси. Мне вот захотелось фиолетового. Здесь вот. Ибо так потемнее было, чтобы прям гроза, гроза была, чтобы получше здесь все пролило. я вспоминала историю, как я рожала третьего сына, и у меня была дола, дола была у меня онлайн, да, то есть мы с ней созванивались, она мне все рассказывала, там начала дышать. Ну, это так забавно, когда на третьем ребенке ты этим занимаешься. Вот. Ну, были свои страхи, были свои опасения. И когда как раз я начала рожать, это было ночью. А у нас разница во времени. Да, то есть она в Москве или где-то там, или в Петербурге, а я, значит, в Якутии. Ну, и понятное дело, что она не сможет со мной созваниваться, так как у нее там под утро. Вот. И она мне просто сказала такую фразу, что все будет хорошо, все женщины мира стоят за твоей спиной. И вот эта фраза на меня прям очень надолго мне врезалась в память. Я прям с этой фразой прошла, я прям представила эту картину, как женщины мира стоят за моей спиной. И когда я с девочками поделилась, и мне очень понравился комментарий Юли, она написала, что «А ведь я тоже стою за чьей-то спиной». И вот для меня сейчас, когда я рисую, это основная мысль, что как раз я стою за чьей-то спиной. Как раз я и помогаю, и создаю для тех, кому нужна эта поддержка и помощь. Должь начиналась. Классно. Хорошо рисуем, значит. Вижу ваши мысли, которые приходят в голову. Да, Попелитесь, Екатерина пишет. Сейчас самое главное – удовольствие получить. Это тоже прекрасно. Это тоже прекрасно. Классная мысль, да? То есть в достижении своих целей самое главное – получить удовольствие. Очень круто. Насладиться процессом. Классно. Мне нравится эта мысль. Питаясь своей целью действиями и бесстрашиями своей энергией. Вероника, очень круто. Ирина верит, что всё обязательно сбудется наивысшим образом. До слёз, ты же, Танечка. И за спасибо, какая шикарная мысль. Да. Вероника, очень круто. Мы тоже кого-то поддерживаем для того, чтобы человек двигался к своим целям. И нам самим тоже нужна эта поддержка. Потому что в правильном окружении наши цели становятся ближе. Вот смотрите, выходили с какими-то своими желаниями. Мы сейчас с вами стали поднимать, там кого-то год, два, три не реализовывается. Да, это желание. Я вам говорю, давайте порисуем. Благодаря тому, что вы здесь, рядом со мной, видите мой контент, мои объявления, вы приходите, да, и уже одно это, вот одно это, это уже усиление вас, понимаете? Потому что пока я там сообружу, а что мне порисовать, пока я найду этот мастер-класс, даже бывает такое, что вроде бы смотришь, и не один там из курсов предлагаемых, он тебе, может быть, там не подходит сейчас, или не по твою тему, или что-то вот другое, вот тебе надо другое. Ну, как бы ты и ты не знаешь, что порисовать, не что сделать. И здесь раз, и такая подсказка. Давайте вот это. Из-за кого? Да, точно, это же то, что я хотела. У меня тут сам по себе вырос вот такой росточек. Спасибо. 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 Не знаю, что это такое, но пусть сидит. сам зашел. Ой, вот это у меня обижал рисунок, кадровый ход подсказывать, а то я выбрала наполовину, кажется, не видно. Девочки, мои дорогие, может быть, вы вдруг чувствуете, что у вас уже это пасмурность, меняется. И здесь, например, солнышко какое-нибудь появилось. Я за то, что мы его проявили. я за то, чтобы над нашими мечтами, целями засияло солнце как символ того, что однажды мы к ним придем, как наша радость. может быть, может быть, на стыке солнышко, на стыке солнышко, дождя появится радуга. пусть рисунок живет своей жизнью, не останавливайте его. эта работа запускает наши нейрончики в сторону реализации желаемого. Как будто бы направляем туда энергию, мозг начинает эту информацию обдумывать, начинает смотреть, начинает искать какие-то варианты. Это все выражается в образах, в каком-то движении на листе. Что-то может появиться. Не останавливаем себя, даем в полной мере развернуться этой истории. Как будто бы наблюдаем. Наблюдаем, а что же происходит. Продолжение следует... 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 ну и давайте еще совсем чуть-чуть и будем проводить линии поля и Продолжение следует... У меня сейчас такое ощущение, внутри такой образ приходит прям со звуками. Знаете, когда дождик заканчивается, и вот последние такие тяжелые капельки капают, и солнечные лучи уже пробиваются, и такой теплый-теплый-теплый влажный воздух. Какое-то ощущение лета, дома, спокойствия, безопасности. Благодарность, тебя ждем за то, что он прошел. Полиемые росточки. Как красиво спала. Спасибо. У меня после одного семечка еще появилось зернышко. Я проявила, да. Второй синий карандаш сломался. Все прекрасно, мои хорошие. Давайте проведем линии поля. Линии поля хорошо, мощно, жирно проводим. Здесь мы ими ничего не успортим. Да, потому что рисунок у нас мощный, наполненный. Прямо хочется мне вот эту вот линию облаков провести. Прямо облакам. И такая мысль приходит, что как благословение неба, как будто бы. Благословение неба. Может быть у вас линии поля как-то наискосок пошлили в рост, например, да. Может быть прям хочется вот так провести. Да, так тоже можно. Тут много пересечений. Может быть нужно будет потом еще пастеризовать. Поокругляет все. Хочется еще как-то вот так вот их подхватить. Тут даже в тот же поток. Типа вот так что ли. Вот так вот. Докторую. Тут даже в том числе. Уау. Э Fontа. Уonas. Уда. Какая новая. Уда. 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 для меня вот весь рисунок однозначно просто про поддержку мечток ощущение что вот так вот знаете небо и земля и вообще бог и все высшие силы и не вообще весь окружающий фон и весь мир вот так вот в ладошки взял да то что я хочу и в этих дождь как держит и греет и помогает как здорово да когда нет этого чувства одиночества потому что мне кажется самое самое грустное в жизни женщин когда она правда одиноко вот правда когда что-то происходит она не знает куда позвонить кому написать куда обратиться и вообще можно ли с такими вопросами обращаться вы знаете когда у нас был клуб мам ну почему был он и сейчас существует девочки до сих пор там переписываются девочки до сих пор рожают новых детей и там продолжают общаться в этом клубе но вообще вот декрет традиционно это такого немножко грустное время когда ты сидишь там у себя дома одна со своим ребенком что-то с ним происходит у тебя вообще ощущение что это конец света и особенно если нету рядом мамы и даже бывает что мама рядом есть но у мамы свои представления об этом да какие-нибудь устаревшие или просто она не понимает твоих проблем а говорит вот а в наше время было вот так что ты ленишься и вообще перестань и все остальное я вот помню что у нас с девочками было прям были такие правила у нас был с ними день нытья у нас был день бревна хотите вам расскажу про это то есть когда ты например такие дни когда у меня нет сил и девчонки приписали в чат что у меня нет сил я сегодня вообще ничего не могу мне например ребенок там две ночи не спит да и вот она пишет и мы все говорим ничего устрой себе день бревна и она горит все у меня день бревна я ничего не делаю и мы давали вот друг другу вот это позволение ничего не делать один день представляете вот такая вот поддержка то есть одна ты никогда до этого не додумаешься ты себя изруга и что ты вот такая вот непутевая мама и все остальное а все вместе мы это делали день нытья например когда ну вот плохо не нет культурного слова сказать что со мной произошло да я вот вот за и все и можно было один раз в месяц написать в чат и рассказать все 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 плохое короче были свою рефлексию представляете как это было ценно это было очень ценно потому что у нас каждая девочка чувствовала себя прям поддержанной и но это уже не говоря о том что любые там если что-то заболела у малыша если что-то там рассказываем и все поднимается поднимается и может даже до конца тогда не осознавала да какую мощную поддержку поддержку даем каждый из нас мы не унывали мы не расклеивались нас декрет не поломал да мы оттуда вышли здоровыми счастливыми женщинами потому что у нас было общение у нас был социум у нас были какие-то традиции которые нас поддерживали опять же повторюсь и помогали нам жить расти радоваться детям и не опуститься в бытовуху и финфиксацию я вижу вот здесь вот круг такой я наверно в кандашку сначала видели а потом посмотрю ли это хорошо маркером и у меня как будто бы в эту фиксацию ушло все таки маркером это сделаю ушло три цели я сейчас это как фокус внимания такой фокус внимания на третьих цели будто бы они в подзорной трубе вот сюда вот я на них смотрю на них сфокусировано классно мне нравится эти цели и при этом я не расстраиваюсь что другие фиксацию ну другие то цели фиксацию не вошли то что я вижу что с ним все хорошо они всходят они растут здесь возможно требуется больше моего внимания больше моей включенности вы запомнили да где у вас какая цель может быть такое что вы уже потерялись где какая ну ничего а Класс! Мне очень нравится. Как бы теперь еще отдышаться. Вот это вот! Вот это клуб! Это клуб! Это все эти идеи про поддерживающее окружение. Про то, что мы усиливаем друг друга. Про то, что мы вместе идем к своим целям. Мы это делаем прямо сейчас. Каждый из нас рисует свое. Но мы делаем это в общем пространстве. Мы друг друга просто вот даже эмоционально поддерживаем сейчас. И, вы знаете, мне кажется, хоть у одной из нас, и потом обязательно делитесь. Вот хоть одно самое-самое маленькое желание отсюда исполнится, самая-самая маленькая цель. Вы обязательно поделитесь в чате. Потому что, знаете, это как-то такая общая волна. То есть если у кого-то заработало, значит это мне знак, что у меня тоже заработает. Да, мы с вами синхронизируемся, мы с вами линии поля вместе проводим. Мы с вами в одном потоке развития движемся. Вот это, по-моему, очень круто. Я вас безмерно благодарю за то, что мы это с вами сделали. Я сейчас к вам вернусь. Секундочку, переключу камеру. На секунду все отключится, потом я вернусь. Боже, как отдышаться теперь? Я не понимаю. Мои дорогие, напишите, пожалуйста, как вы. А ты читаешь мои мысли. Линия поля по земле прекрасна. В Казани полил дождь. Только что закончился ливень. Шикарно. Да, как красиво стало. Я тоже хочу к вам в клуб, пишет Ленусик. Улыбаетесь на день бревна. Ну, представляете, как классно. Ну, это же классно. Ну, вот вы были в декрете, кто бы вам сказал, что может быть день бревна? Ну, вот не было, понимаете, меня рядом. Чтобы вам сказать, что так можно. Сейчас, кто бы вам еще сказал, что надо дверь закрыть, когда вы рисуете нейрографику, и сказать, мои любимые, я вас очень люблю, очень люблю, но мама рисует нейрографику. Закрыть дверь и рисовать. Да, с этого что начинается? Наше позволение себе начинается. Изменение нашей жизни начинается. С каждого вот такого маленького рисунка у нас мы делаем шаг к себе. Вспоминаем себя. Начинаем своими целями, своими мечтами, желаниями жить. А не так, как все вокруг живут, не так, как все вокруг сказали, не так, как нам сказала мама, папа, муж, дети иногда нами командуют, да, свекровь, еще кто-то. Все знают, как нам жить. Нет, мы с вами встречаемся, и вот каждая наша встреча – это шаг к себе, к тому, чтобы жить так, как я хочу. Мои дорогие, мои хорошие, как вы, с чем вы выходите? С чем вы выходите из практики? Что сейчас внутри? Поделитесь, пожалуйста. Хочется все зерцать и помолчать загадочно. Алла, да, мы тоже хотим посмотреть, над чем ты молчишь. Расскажите, что у вас внутри. И пока вы пишете, мои хорошие, я хочу вас 25 июля, это четверг. Пригласить на презентацию нашего нейроклуба. Я подробно расскажу, что у нас будет, какая у нас будет программа, какие у нас будут активности. Сколько интересного мы уже приготовили на август, а это совсем-совсем скоро. С 1 августа наш клуб стартует, и 25 июля мы для вас, я для вас, и моя команда для вас проведем презентацию. Нашего нейроклуба. Я вас всех буду очень-очень-очень ждать. Потому что этот клуб я создаю для вас. Для того, чтобы у нас было поддерживающее пространство. Для того, чтобы мы могли рисовать в удовольствие. Для того, чтобы даже если сейчас программа школы, курсов не соответствует вашим запросам. А вы хотели просто точечно порисовать. Не знаю, там на тему сейчас про деньги хочу, сейчас про здоровье хочу, про то-то хочу. Да, у вас в клубе будет такая возможность. Точечно в удовольствие, с настроением рисовать тогда, когда вы хотите. И при этом, и при этом у вас будет поддержка кураторов. У вас будет точно так же подробный, большой, хороший разбор. Точно так же, как на курсах. То есть мы с вами прям совмещаем несколько классных вещей. Так все, я ничего больше не говорю. Я вас жду на презентации. Я ее готовлю для вас. И буду вас ждать. Первый раз рисовала, согрелась. Прям лицо тепло пошло, вдохновилась. Волшебство. Спасибо. Лиза, благодарю. Очень хочется близких по духу людей. Елена, обнимаю. Обязательно приду, пишет Вероника. Ух, это как гроза и гром после дождя. Запах и кайф. Дождь меня очистил, я расту. Да, так красиво написала. Классно. Будет ли открытое рисование на презентации? Аллочка, скорее всего, нет. Мы не успеем. Посмотри, если мы рисуем, мы сейчас погрузились с тобой в рисование. А в презентации мы все-таки прогрузимся в программу клуба. Но я просто сразу, давай забегая вперед, спойлер. Я вам расскажу на презентации, какой самый ближайший мастер-класс. Новый мастер-класс. Я его еще не проводила ни разу. Мы проведем уже в первых числах августа. То есть только клуб стартует, у нас уже запланирован со мной мастер-класс, со мной рисование. И в клубе у нас рисование будет каждую неделю, но когда-то со мной, да, один раз со мной и один раз с нашими, не один раз, а в остальное время с нашими выпускницами. Поэтому рисовать в клубе мы будем много. Мои дорогие, я вас благодарю. Мне кажется, мы сегодня прекрасно с вами провели время. Ваши работы, присылайте рисунки, присылайте в чат. Будем любоваться, поддерживайте друг другу, ставьте друг другу сердечки, огонечки. Да, создавайте прекрасное женское пространство. Благодарю. Мне очень понравилось, пишет Ирина, такой яркий, солнечный рисунок получился. Это очень классно. Все, давайте уже рисунки в чат. Я на этом с вами прощаюсь. И в то же время не прощаюсь, потому что у нас теперь будет еще больше поводов для встречи. И я вас жду на презентации нашего нейроклуба. Спасибо, мои дорогие.